Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона» на библейском портале экзегет.ру. И мы читаем восьмую главу. Седьмая завершается рассуждением автора о «Премудрости». С этого же начинается восьмая. «Она, то есть «Премудрость» быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее». Итак, автор пишет, что «Премудрость быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу». То есть речь идет о том, что «Премудрость» объемлет весь свет, весь мир, концы Вселенной, здесь речь об этом идет, концы Земли, как бы древние такие представления о сторонах света, и она присутствует везде и все устраивает на пользу. То есть мы видим, что «Премудрость» действует как личность, «Премудрость» действует как некоторое сознательное начало, почему она с древнейших времен ассоциируется с второй апостасией Пресвятой Троицы. Далее он говорит о своем отношении «Я полюбил ее и взыскал от юности». Действительно, это очень важно, что для библейских авторов мудрость, вера, отношение с Богом – это то, что человек выбирает то, что он любит в таком своем выборе. «Я полюбил ее и взыскал от юности», то есть искал с самого начала, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем ее красоты. И очень интересная мысль о том, что «Премудрость» красива, что она прекрасна. Действительно, в древних представлениях этика, антология, гносиология и эстетика совпадали. Прекрасное было и благим, и добрым, и красивым, и правильным, и правдивым. Поэтому вот здесь нет ничего удивительного, что Соломон говорит о красоте «Премудрости». «Она возвышает свое благородство тем, что имеется о житии с Богом, и владыка всех возлюбил ее». Здесь, во-первых, он подчеркивает статус «Премудрость», что она живет с Богом, а второе, что Бог сам любит «Премудрость». То есть здесь Соломон, который выбирает «Премудрость» и любит ее, он стремится к тому, чтобы уподобиться Богу. И называет он ее «таинница ума Божия», то есть та, кто знает тайны Божии. И не только знает тайны его, но и избирает его дела. Мало знать тайны, мало знать истину, необходимо выбрать ее, по крайней мере, когда мы говорим про себя. А про «Премудрость», когда он говорит, что она «таинница ума Божия» и избирательница дел его, речь не идет о том, что она постепенно развивается, а просто он характеризует ее, что она не только содержательна с точки зрения идей, как бы Божией идеей высказывает, но и творит его дела. Потом, кстати, мы можем вспомнить, как уже в Евангелии Христос говорит ученикам, «Пища моя есть творить волю пославшего меня». И он постоянно подчеркивает, что он пришел делать дела Божии. «Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче при мудрости, которая все делает?» спрашивает Соломон в пятом стихе. «Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше нее?» «Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели, она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых нет ничего для людей в жизни». Очень интересно, да? Ну, во-первых, он говорит, что если ты хочешь богатства и вообще хочешь приобретений каких-то в жизни, то лучше, чем при мудрости, ничего нет. В том смысле, что если ты ищешь каких-то приобретений, достижания богатства, стяжай при мудрости. Почему? Потому что она все делает. То есть при мудрости поможет тебе во всем остальном. Как знаете, дети, которые, впервые услышав сказку о рыбаке и рыбке, задаются вопросом, а если бы тебе такая возможность предоставилась, что бы ты выбрал, какое бы желание ты загадал? И дети говорят, я бы загадал желание, чтобы у меня был миллион желаний. Вот здесь очень похожая ситуация. Ты чего-то хочешь, хочешь приобрести богатство, славу, счастье. Чего ты хочешь? Приобрети в первую очередь мудрость. Мудрость даст тебе все остальное, но через правильные пути. Она не даст тебе это какими-то греховными путями. Ты приобретаешь мудрость, ты приобретаешь весь мир, но в правильном путем, в правильном контексте, в доверии, в правильных отношениях с Богом. Далее, если благоразумие делает многое, то, опять же, какой художник лучше нее? То есть, какой художник лучше изобразит тебе мир, в котором ты живешь, чем премудрость? И, наконец, если кто любит праведность. То есть, ты любишь праведность, любишь быть праведным. Потому что, с точки зрения Ветхого Завета, праведник — это тот, кто соблюдает заповеди. И получается, что если кто любит праведность, то есть, тот, кто хочет быть праведником, соблюдающим заповеди, верным, находящимся в Завете с Богом, выбирай ее, потому что плоды ее — суть добродетели. И дальше автор перечисляет интересные добродетели. А такие, может быть, не всегда мы сегодня такие вещи сразу вспоминаем, когда говорим о добродетелях. Правда, первое это вспоминаем, конечно. Она научает целомудрию. Но целомудрие — это и благоразумие, и рассудительность, и сдержанность, то есть, некоторая такая внутренняя цельность. И далее, говорит, рассудительность. Не случайно авторы уже в светоотеческий период такой говорили о том, что рассудительность — одна из важнейших добродетелей. Потому что, если ты рассудителен, то ты можешь оценить любую ситуацию, ты можешь найти выход из любой ситуации, ты можешь правильно рассудить, то есть, разумно подойти к какому-то явлению. И вот премудрость научает целомудрию, рассудительности, справедливости. Здесь под справедливостью в Ветхом Завете понималась праведность, то есть, которая связана с понятием садака, то есть, правда, но правда Божия, правда Божия — это понятие, которое соотносится с тем, что должно быть. То есть, справедливый — это не тот, кто просто судит по каким-то таким, обычным мерзким законам. Справедливый — это тот, кто в своем суде, в своем рассуждении углубляется в поисках высшей правды, замысла Божьего, того, как все должно быть с точки зрения Бога. И вот, значит, справедливость. И последнее, он говорит о мужестве. Но мужество в древности — это не просто то, что связано с некоторой мускулинностью, с полом определенным, да. Мужество здесь как стойкость, как бесстрашие определенное, да, такое отсутствие страха перед обстоятельствами, когда ты отстаиваешь свою позицию. И действительно, это оказывается очень важным. То есть, человек целомудренный, рассудительный, справедливый — это человек, который все время идет в некоторую глубину, все время старается сохранить, стремится сохранить нерасколотость, цельность взгляда на мир, этот взгляд Божий, этот взгляд рассудительный, взвешенный, и для этого, конечно, дальше необходимо мужество. Потому что жизнь в мире, она все время нас, все время тянет нас, да, устремляет нас к чему-то такому своему. То есть, на нас влияет масса самых разных явлений, людей, событий. И действительно, необходимо подлинное мужество для того, чтобы не испугаться ничего этого, для того, чтобы не изменить Богу, ну и тому, что Он тебе открыл, к чему ты пришел в результате этих добродетелей. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов, разрешение загадок, предузнает знамения и чудеса, и последствия лет и времен. То есть, если же ты хочешь обладать опытом практически мировым, да, то есть ты оказываешься причастен опыту, потому что ты можешь быть сколь угодно, там, ну, стремиться к премудрости, но если ты молод, если ты наивен, если ты еще не знаешь всей сложности жизни, то, может быть, это знание и не даст тебе тех плодов, той пользы, которую ты ждешь от этих знаний. Но вот он говорит, что если кто желает большей опытности, то и тут тоже можно обратиться к мудрости, потому что мудрость предполагает, что ты знаешь прошедшее, предполагаешь, угадываешь, как он здесь пишет, будущее, знаешь тонкости слов, то есть, умеешь правильно определить значение слова, происхождение слова, что именно оно означает, как бы ты, такая некоторая ясность понятийная, да, в твоем сознании присутствует, и здесь же, наверное, и честность, и правдивость в разговоре, то есть тонкости слов, ты понимаешь, как устроена речь. Разрешение загадок предузнает знамение и чудеса, и последствий лет и времен, то есть тоже вот такая некоторая глубина в познании мира и тех процессов, которые в мире происходят. Поэтому, говорит он, я рассудил принять ее в сожитие с собою. Интересно, он только что говорил, что она имеет сожитие с Богом, и опять такая параллель, да, я рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне советницей на добрые и утешением в заботах и печали. Мудрый человек — это не тот, кто совершенно не печалится, это не тот, в чью жизнь не входят скорби, это тот, кто умеет правильно их воспринимать. Далее автор пишет, «Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношей. Окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивления. Когда я буду молчать, они будут ожидать. Когда начну говорить, будут внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои». То есть все будут внимать моей мудрости и даже будут полагать руку на уста. То есть знак того, что они не говорят. «Через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущим после меня. Я буду управлять народами и племена покоряться мне, убояться меня, когда услышат обо мне страшные тираны. В народе явлюсь добрым и на войне мужественным». Здесь уже, конечно, речь идет, он ведет речь как царь, о нем слышат народы, боятся его тираны, но в своем народе он добрый, а на войне мужественный. И здесь имеется в виду правильное расположение сердца внутри своего сообщества. Это можно сказать о человеке, который просто работает в коллективе, является главой коллектива или главой семьи, например. И в то же время это готовность защищать, готовность отстаивать интересы вот этого своего круга, который ты воспринимаешь как свой круг, народ или город, или, скажем, свою семью на войне мужественном. «Войдя в дом свой, я успокоюсь ею премудростью, ибо в общении ее нет суровости, не в сожитии с нею скорби, но веселье и радость». Очень интересная мысль, потому что обычно, когда человек стремится к мудрости, ему приходится дальше в жизни ориентироваться на мудрость, а не на выгоду мирскую, не на выгоду человеческую, не на какие-то простые решения, которые от него ожидаются. От него могут ожидаться решения лживые, неправдивые, да, и такой человек, конечно, отстаивая собственный интерес, стремясь к тому, чтобы остаться верным мудрости, он, ну, очевидно, должен испытывать трудности. И когда здесь говорится, что «в ее обращении нет суровости, не в сожитии с нею скорби, но веселье и радость». Это возникает вопрос, да, как же ты вот, то есть, если ты мудрый, значит, ты должен противостоять миру, если ты противостоишь миру, то о какой радости может идти речь? Но в том-то и дело, и вот здесь, как Христос говорит тоже, да, в Евангелии, «Иго мое благо, и бремя мое легко». Казалось бы, «иго» и «бремя» — это что-то тяжелое, трудное, и, в общем-то, конечно, обычно людям не хочется, чтобы было нечто такое, ну, как «иго» или «ермо», да, на них они хотят свободно жить. Приходя к Богу, они и принимая заповеди, они ощущают, что они берут на себя некоторые ограничения. Но человек так устроен, что заповеди Божии и вообще воля Божия для него самое естественное, что только может быть. Поэтому, да, в социальном отношении, в отношениях с людьми, с коллегами по работе, может быть, в семьях иногда какие-то мудрые решения, то есть решения, связанные с мудростью Божией, они могут казаться трудными, сложными, они могут видимым образом противопоставлять человека обществу, но при этом внутренне, по совести, в своем сердце он будет испытывать веселье и радость. Далее, размышляя о сем сам в себе и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью бессмертие и в дружестве с нею благое наслаждение и в трудах ее богатство неоскудевающее и в собеседовании с нею разум и в общении слов ее добрая слава, я ходил и искал, как бы мне взять ее себе. Да, вот очень интересно, что Соломон здесь предстает перед нами как юноша, который ищет мудрости, все время стремится к ней, стремится к родству с ней, к тому, чтобы разделять с нею труды рук ее, собеседование с нею, общение от слов ее. то есть вот он полностью заинтересован в этой самой мудрости и в общении с нею. Далее он говорит, я был отрок даровитый и душу получил добрую. Я был отрок даровитый и душу получил добрую звучит как будто бы он сначала был отрок без души, а потом получил ее, но здесь речь идет не о последовательности временной. Да, я был отрок даровитый и у меня была добрая душа, вот что здесь имеется в виду. Поэтому и следующую фразу тоже не стоит понимать в таком последовательности, в смысле последовательности, потому что он говорит, при том, будучи добрым, я вошел и в тело чистое. То есть я был добрым и тело мое было чистым. То есть не было никакого порока в нем, он был действительно с самого начала целомудрен и чист в своих помыслах, в своих действиях, познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать, чей это дар. Я обратился к Господу и молился Ему и говорил от всего сердца моего. То есть здесь в итоге, это последний стих восьмой главы, мы видим, что Соломон, будучи разумным еще до того, как получил от Бога премудрость, Соломон обращается к Богу, он понимает, что только от Бога может быть, только от Бога может быть приобретена премудрость. Дай Бог и нам также обращаться к Богу и получать премудрость для того, чтобы жить праведной жизнью. Всего доброго! Продолжение следует...